Медицинский центр, он клиник, который занимается вопросами урологии, секс-патологии. Очень перспективный центр, очень важный центр. Очень активно развивается также медицинский центр Нордин. Об этом, наверное, вы многие знаете. По телевидению рекламируется доктор Сайков. Он как раз является тоже учредителем этого медицинского центра. Прекрасный центр в области формации и алкогольных проблем. Это специализируется, это центр. Наш центр также имеет свою специализацию. Специализация в основном на психотерапии. Значит, этот центр, психотерапевтический центр. То есть центр, имеющий большие возможности оказания социально-психологической и оздоровительно-профилактической помощи. И причем не только в пределах республики, сотрудники нашего центра получили известность давно уже как работающие за рубежом и приносящие активную помощь. В частности, в республиках Прибалтики, в других республиках постсоветского пространства, в Украине, в России, в Польше работали наши сотрудники. И отовсюду очень хорошие отзывы. В нашем медицинском центре Ромалина работают пока три психотерапевта, но в дальнейшем мы планируем развитие, дальнейшее развитие именно этого преимущественного направления. Потому что мы видим в первую очередь в этом направлении решение проблем многих. В частности, вот и проблем, которые здесь, здесь на себе. Кроме того, у нас работают в настоящее время два мануальных терапевта. Мануальные терапевты, в общем-то, довольно тоже высоко подготовленные, высоко квалифицированные. И два массажиста. Сейчас, значит, стоит вопрос также о расширении, значит, числа нормальных терапевтов, то есть мануальных терапевтов и, значит, отдела массажа. Значит, социально-психологическая и оздоровительная профилактика работы нашего центра, в общем-то, получила хорошую известность в результате вот этих всех наших, нашей работы и в самом Минске. В общем-то, к нам без особой рекламы идут люди. Мы редко даем рекламы и, наверное, ну, мало кто знает о том, что, в общем-то, мы где-то когда-то давали рекламу. Несколько раз мы дали рекламу, но фактически она, ну, как у всех медицинских центров, она слабо работает. Значит, уникальным является то, что почти все психотерапевты имеют практически стаж свыше 20 лет в области гипноза, аутотренинга, рациональной психотерапии, игровой психотерапии. И успешно используются в центре и современные, значит, подходы, современные психотерапевтические подходы и техники, такие как, значит, нейролингвистическое программирование, риксоновский гипноз, бихеверально-когнитивная психотерапия. Достаточно сказать, что в течение трех лет, периодически циклами, у нас, в общем-то, прошли все три психотерапевта, трехгодичный курс, значит, который был прочитан голландскими специалистами по когнитивно-бихеверальной психотерапии. И все вот эти три человека имеют сертификат, международный сертификат по когнитивно-бихеверальной психотерапии. Вот эта когнитивно-бихеверальная психотерапия, она, наверное, единственная из, значит, вот этих современных разделов психотерапии, которые широко используются за рубежом. И вот даже, выезжая с вот этим сертификатом, правда, не специалисты нашего центра, но другие специалисты, они очень хорошо, значит, организовывали работу в той же Германии и в других странах. То есть у нас тоже есть потенциальная возможность использовать методы когнитивно-бихеверальной психотерапии, также организовать работу, скажем, как за границей, так и, конечно же, здесь у нас, в Белоруссии. Значит, необходимо отметить также, значит, что основным принципом нашей работы является лечение больного, а не болезни. Ну, это, в общем-то, подход, тот подход, который должен быть у всех докторов. И, в общем, мы, святый, так сказать, соблюдаем вот эти традиции, вот эти подходы. Значит, сугубо индивидуальный подход к пациентам, длительный доверительный контакт пациента с лечащим врачом. Именно такой контакт позволяет преодолеть конфликтную или кризисную ситуацию, нащупать точку опоры для больного, найти оптимальный выход из создавшегося положения для выявления корней психического расстройства. Значит, у психотерапевтов, у всех психотерапевтов большие навыки, большие практические навыки по вопросам профилактики и лечения стрессов, страхов, тревожных состояний, депрессий, сексологических проблем, но невротического профиля, потому что есть сексологические проблемы еще органического характера. Здесь в основном урологи и гинекологи, значит, андрологи занимаются этими вопросами, а вот эти вопросы сексологических расстройств невротического характера, это как раз наша область, и в этой области наши психотерапевты, в частности, психотерапевты нашего центра, имеют довольно большие результаты. Вот, в частности, выступал вчера Олег Владиславович Лисковский, он длительное время работал в области, значит, и сексологических проблем, ну, в общем-то, все мы немножечко занимались на протяжении, вот, скажем, 3-4 лет, ну, у каждого есть такие наработки, как минимум 3-4 лет, вот, именно в области сексопатологии. Значит, кроме того, значит, работаем мы в области, также, алкогольных, значит, состояний, то есть, алкогольная зависимость, табакокурение, значит, кроме того, значит, имеются очень хорошие результаты, также по лечению энуреза, значит, заикания. Достаточно эффективно проводится лечение так называемых психосоматических расстройств, вот эти вот бронхиальные астмы, значит, язвы, желудка с частыми рецидивами, значит, в процессе лечения урежаются вот эти обострения, и в ряде случаев, ну, наблюдается полное излечение, ну, в общем-то, это чаще всего при длительном введении пациента. Значит, уменьшаются также проявления псориазы, и в ряде случаев полностью уходят. Нейродермит также здесь очень хорошо применяется, очень хорошие результаты. Значит, нормализуется или приближается к норме веса, значит, ну, и в целом появляется эмоциональная, значит, устойчивость, возрастает концентрация внимания, возрастают резервные возможности организма. Значит, широко используются у нас и, значит, вот эти подходы, которые получили именно в последнее время, значит, лечение мастер-хондрозов, остеохондрозов, вообще поясничных лицов, радикулитов. Значит, зародившееся на заре человечество-костоправное тело, многократно забывавшееся и возрождавшееся вновь, в наши дни торжествует очередную победу. И мануальная терапия, вобравшая в себя достижения неврологии, ортопедии, нейрофизиологии, стала привлекательной для многих медицинских специальностей, прежде всего, практическими результатами. Как известно, заключается он в быстром восстановлении объема движений в суставах, исчезновении их болезненности, расслаблении мышц, улучшении осанки. И вот эти как раз вопросы, значит, необходимо здесь вот именно тщательно, скажем, выбрать очень осторожный подход к лечению вот этих, значит, состояний. Вот эта расширенная мануальная терапия, она приводит очень часто к таким калечащим результатам. Поэтому здесь, с одной стороны, необходимо сузить рамки, то есть сузить показания к мануальной терапии, а с другой стороны, тогда, когда опыт мануального терапевта достаточен, то можно немножечко и, наоборот, расширить эти рамки. Потому что опытный мануальный терапевт, он имеет возможность уже, скажем, пользоваться такими более современными техниками и в то же время опыт, который у него нарабатывается, позволяет определить ту нагрузку, которую, значит, необходимо, значит, в данный момент для лечения того или другого пациента. Значит, для более правильного представления возможностей мануальной терапии необходимо, прежде всего, сказать, что существует целый ряд методик щадящего характера, направленные на нормализацию мышечного тонуса, нормализацию связочного аппарата позвоночника, освобождению от сдавлений нервно-сосудистых пучков. Крайне важно учитывать показания и противопоказания. Конечно, имея большой опыт мануальной терапии, как я вот уже сказал, значит, мануальный терапевт может свести количество показаний к минимуму, противопоказаний к минимуму. Но, однако, все равно здесь необходимо, значит, очень тщательное рентгенологическое исследование, очень важны консультации профессоров, вот в частности в области неврологии, нейрохирургии, важны лабораторные данные. Понятно, что вот, значит, в зонах радиоактивного заражения, конечно, некоторые ограничения в плане рентгенологических исследований могут быть, но здесь уже, в общем-то, необходимо как-то подойти, как-то, скажем так, избирательно в случае лечения вот этих состояний. Значит, необходимо указать также, что вот часто говорят, да, вот позвоночные грыжи, при позвоночных грыжах нельзя заниматься мануальной терапией. При некоторых состояниях, при некоторых позвоночных грыжах можно заниматься. И, в общем-то, здесь необходимо, опять же, понимание вот того механизма, как возникла эта позвоночная грыжа. То есть здесь, конечно, должен быть, во-первых, ну, медицинский, так сказать, подход к этому вопросу, во-вторых, опыт. Значит, один из наших учителей, значит, выдающийся мануальный терапевт, профессор Николай Фомич Филиппович, работает в Минске, в Боровлянах, часто повторял, работа на позвоночнике должна быть тишайшей, то есть не рубить с плеча, как мы неоднократно видим, что есть вот эти ударные техники, это, как правило, калечащие техники. Поэтому тише едешь, дальше будешь. Медленнее надо работать, с меньшими нагрузками, и будет результат. Осторожная, еще раз осторожная работа мануального терапевта, несомненно, обеспечит успех. Это подчеркнул и самый выдающийся мануальный терапевт Европы Карл Левит. Вот, до ныне здравствующий, до ныне практикующий. Он в Чехословакии работает и, в общем, является как бы крестным отцом всех наших мануальных терапевтов. И, ну, в общем-то, скажем так, мои учителя, я вот специализировался в Москве и в Минске усовершенствование проходил. То есть оба моих учителя, у которых я учился вот два этих, значит, два раза, оба были учениками вот этого Карла Левита. Значит, стаж практической работы наших массажистов и мануальных терапевтов от трех до десяти лет. Они работают с учетом показаний и противопоказаний. Значит, принцип прежде всего не навреди. Имеют возможность помочь при остеохондрозе позвоночника, пояснично-кресцовом радикулите, сколиозе, болевых проявлениях в области мышц, так называемом мышцентоническом синдроме. Кстати, очень сейчас очень актуален этот, актуален синдром и актуальны, значит, подходы к этому лечению, к лечению вот этого, значит, мышцентонического синдрома. Потому что необходимо в ряде случаев проработать четыре этажа мышц, только тогда возникает нормальное, хорошее состояние, стабильное состояние на все последующее время. Если проработан, допустим, один или два этажа мышц, то, возможно, вот эти вот мышечные боли, они очень часто характер такой хронический принимают. И человек иногда не понимает, как же так, прошел мануальную терапию, и боли где-то появились в мышцах опять. Поэтому просто в этом случае нужно, так сказать, учесть, что если проработать еще более глубокие мышцы, более глубокие мышцы, то есть трекий, четвертый этаж, то, естественно, будет результат стопроцентный. Значит, массажисты нашего центра, значит, имеют уже очень высокую квалификацию, очень высокую квалификацию имеют. Владеют ряда малоизвестных методик, в частности, восточными методиками массажа. С успехом используют ароматерапию. Ну, здесь необходимо отметить то, что сотрудники медицинского центра «Ромалина», несмотря на свою высокую квалификацию, как я уже сказал, у нас работают два кандидата в медицинских наук, используют консультации специалистов буквально всех кафедр, значит, Белорусского института повышения квалификации. То есть академия сейчас, значит, медицинская академия постдипломного образования. И, кроме того, значит, консультации профессоров, доцентов медицинского университета города Минска. Мы, значит, не потому, что мы мало знаем, а потому, что нужно подойти к человеку так, чтобы на самом деле человек видел, что медицина – это и есть медицина. Резюмируя вышеизложенное, необходимо подчеркнуть по крайней мере три пункта целесообразности, предлагаемой нами помощи. Это экономическая целесообразность прежде всего. Сотрудниками медицинского центра «Ромалина» предполагается обучение населения нетрадиционным, немедикаментозным методикам самовздоровления, значит, аутотренинг, медитация, приемы на самомассаже. Это, несомненно, уменьшит расход денежных средств на медикаменты, снизит транспортные расходы, особенно для иногородних. Уменьшится время нахождения в очередях на приемах у врачей. Значит, кроме того, оздоровительная целесообразность. Возможность оказания психотерапевтической помощи, мануальной терапии, массажа позволит значительно снизить употребление фармакологических препаратов, уменьшит загрязнение организма побочными продуктами распада этих медикаментов. Кроме того, еще социальная целесообразность. Вот выезд, допустим, на место, в частности, вот, допустим, в деревню Карповичи, к месту жительства позволит сберечь для пациентов, значит, время пациентов для занятий своими личными делами. Потому что, ну, на самом деле, для того, чтобы быть более или менее свободным, значит, нужно как-то приблизить эту медицинскую помощь. И, естественно, это прямая выгода для населения. Вот. Ну и, конечно же, необходимо отметить, что открытие, допустим, какого-то реабилитационного центра на этой территории, значит, будет способствовать закреплению проживания населения в сельской местности, решению многих проблем наркомании, СПИДа, формированию здорового образа жизни. Ну и в целом хочу немножечко вот еще добавить в отношении вот той экологии, о которой вчера говорил Олег Владиславович. Значит, вот эта психическая экология, она крайне необходима не только в городской местности, но и в сельской. В сельской, я думаю, что она не менее важна, эта экология, потому что человек остается как бы сам с собой наедине очень часто. Очень часто он не может добраться в районный центр для того, чтобы к доктору обратиться. Не может, допустим, оказаться, ну, где-то там, значит, ну, скажем, если там, допустим, родственники отсутствуют. То есть он остается очень часто один сам с собой наедине. Поэтому вот эти тренинги, которые, значит, мы предлагаем, они, конечно, будут очень важны. И вот мне тоже вот очень понравилась вчера, значит, мысль сахаджа йоги. Ну, а почему? Эти методики можно использовать, очень великолепные методики. Очень понравилось выступление и Анатолия Ленинговича. Великолепное выступление. И я думаю, что мы как раз все вместе могли бы, так сказать, организовавшись, оказать, соответствующую, соответствующую, значит, непрадиционную помощь на себе. И выпьем за то, чтобы и воспитать...